Десятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 2367, тема «Проповедь благовестия». Вы проводили занятия в Потеряевке по воскресеньям и в празднике. Сколько их было и на какие темы? Кто проводит подобные занятия сегодня? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Всего сохранилось 122 занятия. Записывал их Игорь Барабаш. Кто-то еще записывал, но я при переводе на бумагу с микрофона брал только у него кассеты. Что он не сохранил, то, думаю, пропало. Теперь ведут занятия Виктор Николаевич Савченко, учитель Потеряевской школы, воспитатель лагеря Стания, батюшка, отец Александр Желтухин, Игорь Лужков, Игорь Барабаш, Андрей Устинов, дьякон, отец Евгений Янчук, зимой иногда. Но ведут не по темам, а по книгам, открытым оком. Проходят или Евангелие от Марка, или разбирают с какими людьми, как беседовать и другие темы. Материал у нас теперь огромный, и мне нет никакой надобности вмешиваться в эти занятия. Но все равно, когда летом я присутствую на воскресных или праздничных занятиях, часовых, штунда Потеряевская, то ведущий обращается в конце занятий ко мне. Иногда же и с самого начала занятий. Опыта у них маловато, и приходится расширять написанное в книгах, так как там дан лишь каркас. Темы в конце этой книги. Евангелие от Матфея, 10 глава, 24-25 стихи. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Второе послание Петра, 1 глава, 15 стих. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 14 стих. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Яйцо не учит курицу на сетку, не прихожанам батюшку учить. И потому библейское так редко под сводом храма ясно прозвучит. Не я, так кто-то же начнет благовестить. И скажет прямо, невзирая косо, что ненаученных нельзя песком крестить, нельзя не видеть то, что у тебя под носом. Что ни строка и что ни стих в Писании, их невозможно наложить на наши. Так испохабили, безбожно искромсали и задымили кодильным пеплом сажей. Ты только не учи, по пьянке поп кричит. Анафема и свирепо угрожает. Но почему он сотни даст причин тысячелетнему у нас неурожаю? Ключами Царство Божие обрецает. Их иноки подделали в пустыне, что в ризах он завгар над небесами. Канонизирует своих, и их туда пустили. Ревизии по слову Иеговы от Константиновой эпохи не случилось, что под монашеским и храмовым покровом не рассмотрел Владимир при лучине. Евангельскую веру трудно мерить по меркам извращенного ума. Писание о покаявшемся двери развеет тьму, неведение, туман. Апостолов, пророков и каноны в забвении скорлупы замуровали. Рельефно смотрят под резами погоны. Крестясь, звездоний тыщет пальцами в медали. Так почему же курица цыплят до осени, увы, не сохранила, но озаботилась под перья нацеплять все, что сгорит и назовется гнилью? 17 июля 2004 года. Игнатий Лапкин.